Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Нарастает конфликт. Вот эта часть Евангелия от Матфея, она посвящена противостоянию между Иисусом с одной стороны, фарисеев и книжников с другой стороны. Зачем об этом так подробно? Ну, ведь уже все понятно. Но они уже решили, что надо его убить. Он уже обличил их. Ну, сколько можно об этом говорить? Не лучше поговорить о чем-нибудь приятном? Вот ученики у него есть. Они пока очень непонятливые, боязливые, но они хорошие люди. Как он им что-то объясняет, как он их наставляет, постепенно растит. Вот мне было бы, честно, мне, как читателю, было бы гораздо интереснее об этом прочитать. Это важнее. Зачем мне эти конфликты, которые давно уже понятны? Вы знаете, вообще, чтобы что-то объяснить, бывает нужен контраст. Ну, даже, знаете, вот в медицине есть такое понятие «контрастное вещество», потому что если просто делают рентген или МРТ, то не очень видно, где что. Когда ты вводишь контрастное вещество в организм, я не врач, не могу объяснить это более правильно, то становится все видно. Не вещество, оно не нужно само по себе, да, оно неинтересно, оно должно быть нейтральным, должно выйти из организма. А организм становится более доступен для изучения. Вот учение Иисуса нуждается в контрастном веществе. Вот он чему-то учит людей. Но это не такие, знаете, убаюкивающие слова духовности, которые мы часто слышим. Это нечто противоречащее, несовпадающее, отличающееся от той духовности, которая была распространена в то время, притом были разные ее варианты, да, фарисеи и саддукии – это совсем не одно и то же. И поэтому важно это определить. И важно определить не просто личные конфликты, не случайно здесь фарисеи, книжники, саддуки, они такие общие. Не на что бы сказать. Вот, знаете, в меморах очень часто говорят, вот такой-то человек, он так мне мешал, или там, если биография, вот в его жизни роковую роль сыграл такой злодей или такая там плохая женщина, да. Это не важно. Важна борьба идей, но борьба идей важна. Да? Тогда пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи с книжниками и спросили, почему твои ученики нарушают предание старцу? Они не омывают рук перед тем, как есть хлеб. Вот я горячо присоединяюсь к этому вопросу. Почему, не помыв рук, садятся за стол? Но это же не гигиенично. На самом деле причина была другой. Хотя, конечно, гигиене тоже очень способствовало. Мы тут все в эпоху коронавируса научились руки часто мыть и все такое прочее. Так вот, считалось, что все оскверняет. Ритуальное омывение рук, ну, как мусульмане, кстати, перед молитвой тоже омывают лицо, руки и ноги даже. Вот ритуальное омывение рук – это переход из состояния повседневной нечистоты в состояние священной чистоты. И трапеза тоже, в общем, особенно для фарисеев, это некоторый обряд. Это не просто на бегу схватил бутерброд, съел, побежал дальше. А ты садишься за стол не случайно в иудаизме сегодняшнем, который во многом наследует традиции фарисеев. Домашнее застолье – это, собственно, одна из главных форм богослужения, что на Пасху, что каждую субботу семья собирается, да, с заходом солнца в пятницу. И вот есть, конечно, традиции, не просто садятся как попало, а определенные ритуалы с этим связаны. И вот ученики нарушают это. Вообще-то я бы на месте Иисуса, честно сказать, сказал бы ученикам, слушай, ну, помойте руки, хуже не будет. А он говорит что-то совсем другое. А тот сказал им в ответ, а почему это вы нарушаете заповедь Божию, ссылаясь на собственное предание? Смотрите, он все время переходит в атаку. Контрастное вещество нужно. Фарисеи придираются к мелочам. А он использует каждую из этих мелочей для того, чтобы сказать что-то очень важное. Бог повелял, чте отца своего и мать твою, и кто злословит отца или мать, того предать смерти. Ну, такое прямо жуткое повеление, но есть, есть такое, да, в книге Исхода второзакония. А вы утверждаете, если скажет человек отцу или матери, что тебе от меня прочиталось, теперь дар Богу, то он уже не должен чтить своего отца. О чем идет речь? Ну, не было собесов в пенсии, а стариков содержали их дети. И вот человек, вместо того, чтобы дать своим родителям средства для пропитания, жертвует в храм эти средства. Зачем? Он же благочестивый. Богу же это нужно. Он же ему пошлет за это, Бог, какие-то там преференции окажет, да? И другие его похвалят. Вот сколько он пожертвовал на храм. Или там синагогу построил в родном городе. А об отце можно не заботиться, потому что, ну, я же отдал вот это все туда. Ну, ну, что же, что мне теперь хотите от меня? Так вы подменили Божье Слово собственным преданием. Лицемеры. Хорошо пророчествовала вас Исайя. Народ этот чтит меня на словах, а сердце их от меня далеко. В пустую они меня чтут. Учат они лишь тем правилам, что установлены людьми. Оказалось бы, при чем здесь мытье рук? А вот это повод сказать. Вот есть обычаи и традиции, это хорошо, но есть Божьи заповеди, это гораздо важнее. Тут он подозвал народ и сказал, о, он еще и делает этот конфликт публичным. Нет бы сказать им наедине, ребят, ну, сами подумайте, вот у вас тут явно какое-то несоответствие в ваших традициях. Надо бы отказаться от этого. Нет, он перед народом. Слушайте и внимайте, не то оскверняет человека, что входит ему в уста, но что исходит из уст, вот это и оскверняет человека. Для фарисеев, ну, вообще для очень многих, на самом деле, религиозных людей, пища, понятно, что это наш способ взаимодействия с окружающим миром, очень важна. Всевозможные правила, чистая, нечистая пища, там, постная, скоромная. И главное, что человек, как правило, ест на людях, да, мало кто под кровать всю ночью, тоже бывает, но редко. Обычно сразу видно, как он ест, что он ест, повод заглянуть в чужую тарелку. Он говорит, это вообще не важно. А вот что человек говорит, это важно. Тогда к нему подошли ученики со словами, ты знаешь, что фарисеи обиделись на твои слова? Врагов себе делают. То есть ему настолько важно вот эти идеи объяснить людям, что он идет, может быть, даже на обострение конфликта специально. А он сказал им в ответ, любой росток, который посадил не Отец мой Небесный, будет вырван с корнем. Оставьте их в покое, они слепые, поводыри для слепых. А если слепого ведет тот, кто сам слеп, в яму свалятся оба. Вот важно показать, что это не настоящее. Практически любой ценой. Но не ценой оскорбления этих людей лично, а ценой полемики с ними, как с группой, полемики с их учением. Тогда Петр его попросил, объясни нам эту притчу. Ну, это уже какой-то верх непонятливости. Ну, что ж тут не понять, вот я прочитал, мне кажется, мы все все поняли. Ну, может, потому что мы это прочитали и услышали в сотый раз. Смотрите, а для людей того времени, вот что входит в уста, что исходит из уст, это вообще о чем? Для него это притча. Ну, как там сеятель какой-то, что там входит в уста, что выходит. Иисус ему в ответ, неужели и вам все еще трудно это понять? Рассудите сами, все, что входит в уста, оказывается в животе, а потом изругается наружу. А что исходит из уст, то идет от сердца, вот оно и оскверняет человека. От сердца исходят злые помыслы, убийства, измены, разврат, воровство, лжесвидетельство, злословие. Вот что оскверняет человека, а если не омытыми руками, это человека не оскверняет. А ведь это принципиальный переворот в подходах. Дело не в том, что списочек может быть чуть разным. Более-менее все религии скажут, что убийства, измены, разврат, воровство, это плохо. Но очень часто религиозная жизнь, она сосредотачивается на системе внешних запретов для фарисеев, это точно так. А Иисус говорит, не важно, что ты из этого мира берешь в себя, важно, что ты даешь этому миру. То есть человек, который живет по законам Царства Божьего, он изменяет этот мир по законам этого Царствия. А все остальное – это мелкие подробности, не очень значительные. Оттуда Иисус отправился в окрестности городов Тир и Сидон. Это, между прочим, языческая финикия. Почему? Или почему Матфей именно здесь вставляет этот эпизод? Вот с фарисеями поругался, пошел к язычникам, да? Так он и с ними там поругается, по крайней мере, с одной. Но важен контраст, опять-таки, очень важен контраст. Вот фарисеи – это прямо иудеи из иудеев, те, кто стремятся максимально строго соблюсти все правила. А язычникам вообще все равно. Ну, или, по крайней мере, иудейские ритуальные правила их не касаются. И вот пришла из тех мест женщина Хананеенко. Хананеенко – это значит, она язычница. И стала кричать. «Помилуй меня, Господи, сын Давида, моя дочь, и дрожима бесом». Она обращается к нему с неким мессианским титулом, да? Как будто она сама верит в единого Бога и ждет пришествия Мессии. Она его, конечно, подслушала, как иудеи его называют. Но она это, подслушав, может быть, просто попугайски повторяя слова, тем самым исповедует свою веру. Ничего я не отвечал. Как невежливо. Тогда к нему обратились ученики. «Отошли я прочь, а то она ходит за нами и кричит. Ну да, мешает». Он им ответил. «Я послан только к погибшим овцам из израильского дома, но не прогнал». Смотрите, он отказывается ей помочь, но и не прогоняет. В общем, он ей дает возможность как-то себя проявить. А женщина приблизилась и поклонилась Иисусу за словами. «Господи, помоги мне». Ну, я ее очень хорошо понимаю. У нее серьезная проблема в семье, она потом о ней расскажет. Ну, а, нет, уже рассказала, моя дочь и дружима Беса. В такой ситуации чего только не сделаешь. Вот приходит какой-то человек, который творит чудеса, всех исцеляет, это все знают, здоровье все хотят, кто же не хочет быть здоровым. И себе, и своим близким. Вдруг поможет. На всякий случай. Вот привозит какие-нибудь там святыни, народ толпами валит, прикоснутся. Вдруг поможет. Примерно так же. Он ответил, не стоит отнимать у детей хлеб и бросать его собакам. Это он ее собакой назвал, между прочим. А дети – это израильский народ, а собаки – это язычники. Как не палит корректно. Фейсбук за такое забанил прям сразу, навсегда. Ну, а зачем он так делает? Она ему. Да, Господи, но ведь и собаки едят те крохи, что упали со стола хозяев. Тогда Иисус ей ответил, женщина, велика твоя вера, твое желание исполнится. И дочь ее тотчас исцелилась. Что произошло? Он потребовал от нее обратиться в веру в единого Бога? Нет. Мы даже не знаем. А верила она, вот что после этого произошло? Она вернулась домой, обняла свою доченьку. И что? Неизвестно. Он сеятель. Он сеет. Какие взойдут сходы, это неизвестно. Но она сделала единственную вещь, которая изменила ситуацию. Она ответила ему, да, я понимаю, что я в твоих глазах как собака, но я все равно прошу о милости. Предельное унижение. То есть что-то такое, вот надо себя всячески принижать, надо о себе говорить всякие гадости, тогда Господь поможет. Мне тоже кажется, что это не совсем так. Но, смотрите, вот он не случайно дает образ дети и собаки. Есть семья, за стол садятся. Дети самые почетные, да, особенно еврейская семья, еврейские дети. Уж извините. И собаки тоже члены семьи. Просто они занимают другое положение в этой семье. И она говорит, я тоже в этой семье. Прими меня в эту семью, говорит она. Пусть на положении самым-самым низком. И если до сих пор было, эй, фокусник, чудотворец, у меня к тебе дело, помоги мне, пожалуйста. Ничего не происходит. Когда она говорит, да, и я в этой семье, и я в церкви. Я ничего о ней не знаю. Я не иудейка по рождению. Я в Бога единого не верю. Но я хочу присоединиться. И он говорит, да, то, чего ты хочешь, то ты получишь. Вот смотрите, очень модные сегодня слова. Инклюзивность, эксклюзивность. Инклюзивность, когда все, пожалуйста, эксклюзивность, когда только мы, а остальные никак. А вот здесь и то, и другое одновременно. Сначала полная эксклюзивность. Только израильтяне, только мы. Все остальные никто, собаки. А с другой стороны, ты хочешь присоединиться? Никаких условий. Пройди геюр, обряд перехода в иудаизм. Мы не знаем, как это тогда было, но что-то же было. Давай вот изучи богословие. Давай там докажи на деле. Принеси жертву там в Иерусалимском храме. Я не знаю, сходи в синагогу, помолись. Ничего. Достаточно одного желания. Удивительно. И Иисус ушел оттуда и направился вдоль Галилейского моря. Он зашел на гору и сел там. К нему собрались огромные толпы. Опять. Взяв с собой множество хромых, слепых, увечных, глухих и тому подобных, и принесли к его ногам, и он их исцелил. А куда деваться? И толпа поражалась, видя, как немые заговорили, увечные выздоровели, хромые стали ходить, и слепые прозрели, и прославили Бога, Израиля. Вот этот эпизод здесь очень важен. То есть это не просто чудотворение ради чудотворения, не ради доказательства своей мессианской какой-то природы, а чтобы прославили Бога Израиля. А Иисус подозвал учеников и сказал им, жаль мне народа, они со мной уже три дня, есть им нечего. У нас повторяется этот эпизод, да, вот совсем недавно было насыщение, но там тоже толпа, которая собралась, и там как бы не Иисусу принадлежит эта инициатива, а здесь уже он сам понимает, что это так, да. Вот это же тоже семья, смотрите, они те самые дети, у которых нельзя отнять хлеб, а если детям нечего дать в виде хлеба, то задача главы семьи – этот хлеб найти. Жаль мне народа, они со мной уже три дня, есть им нечего. Если отправиться к голодным и по домам, ослабеют и не дойдут. Ученики говорят ему, откуда у нас в пустыне будет столько хлеба, чтобы накормить такую толпу? Может, пустыню здесь надо заменить в пустынном месте? То есть, ну, это какой-то вот там кусок территории, где нет поселков, где вот нечем прокормиться. Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов? Семь, отвечали они, несколько рыбок. Всюду эти рыбки, они же рыбаки, да, и там рядом Галилейское озеро, там рыбы много. Понятно, что рыба такая, ну, бедняцкая еда, хлеб и рыба – самое простое. Он велел народу устроиться на земле, а сам, взяв хлебы вместе с рыбами, благословил, разломил их и стал давать своим ученикам и ученикам народу. Все наелись досыты, и остатков хлеба набралось семь полных корзин, а было там тысячи четыре мужчин, не считая женщин и детей. И тогда он отпустил народ, сел в лодку и переправился в окрестности Магадана. Ну, Магадан – это не на Охотском море, это название еще города на западном побережье Галилейского озера, в некоторых рукописах Магдала, оттуда Мария Магдалина. И интересно, что вот этот эпизод кормления – это второй раз перед расставанием, да? Вот накормить, прежде чем распустить. Казалось бы, духовное очень важно проповеди, исцеление, ну, исцеление – это способ показать людям величие Божие, но и просто накормить их важно. Вот духовное без земного тоже никак. Ну, а конфликты с фарисеями и саддукиями нарастают, об этом еще и в 16 главе. Субтитры подогнал «Симон»